Вы добрые наши соседи, поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. И мы всегда будем знать, что вы добрый сосед, что вы близкие нам люди. И мы будем с вами сотрудничать не только исходя из каких-то там денежных, меркантильных, экономических интересов. Это, естественно, всегда было, есть и будет. Но в отношениях с нами это, наверное, не главный вопрос. Потому что если у нас есть доброе духовное отношение, близость наших людей, которые живут по ту сторону условной границы, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся своей душой и сердцем. Наши возможности и способности вы хорошо знаете. Бывайте у нас, бывайте чаще. Вам-то ни виз не надо, вам не надо ни самолеты, ни разрешения на пересечение границ. А в Псковской, Смоленской, Брянской областей тут мы им и запретить не можем. Даже если колючую проволоку кто-то натянет между нашими государствами на границе, наши люди все равно найдут выход и соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот. И слава Богу, я не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет. Вы знаете наши возможности еще раз повторяю. Вы нам близки еще и потому, что мы хорошо знаем ваши земли. У нас Витебщина один в один такая, как ваша область. Хорошо, что вы сотрудничаете с Витебской областью. Если чего-то не хватает, с нашей стороны нет движения на встречу, вы нам говорите. И я не буду перечислять наши возможности. По технике, что мы можем помочь нам обеспечить. По сельскому хозяйству, по городскому транспорту, по лифтам. Если нужно помочь с продовольствием, пожалуйста. Если надо уборка урожая, чем-то помочь. То уже и Витебская область может помочь. Спасибо большое за прием, за возможность личной встречи. Вы абсолютно правильно отметили, что с Республикой Беларусь у нас давние дружеские, добрые соседские отношения. Но абсолютно очевидно, что сегодня в нынешних условиях важно придать новый импульс развития нашей экономики. Республика Беларусь является нашим ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером. И на долю этого партнерства приходится 35% товарооборота. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах. В первую очередь это машиностроение, транспорт, агропромышленный комплекс. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику. Речь идет о сельскохозяйственной технике, о дорожной технике, пассажирские автобусы, котельное оборудование. Но нужно отметить, что из-за мировой эпидемиологической ситуации у нас, конечно, в этом году товарооборот снизился почти на 20%. Тем актуальнее наш визит.